Всем привет, дефилки! С вами Калиция Эмопичана. Я вас в Калиатре. Он у меня заработал вновь, я тому очень рада. И в общем-то это видео для новичков, как стать пони-блогером. Это видео я вам дам несколько полезных советов, но я надеюсь, мне кажется, для вас полезными. Что-то в основном будут ошибки начинающих пони-блогеров, которые я буду исправлять, то есть показывать как нужно. То есть как не нужно и как нужно. Ну давайте же уже поиступим. И первая ошибка начинающих пони-блогеров заключается в том, что они создают в себе лоску оликорна. То есть, как показывает практика, такое было у всех. И у меня тоже. И ладно, мы просто не создавали оликорна. Нет, не ладно. Нельзя так, ребят, нельзя. Но они создают ворвиглазного оликорна. Поймер, как не нужно создавать свою лоску, я вам сейчас покажу. В общем-то вот такую вот. То есть цвета ворвиглазные, от которых, в принципе, можно ослепнуть. И я забыла, что еще обычно делают очень высокий рост. Нет, ребят. Так делать не нужно. Очень даже не нужно. Лучше вам сначала поделиться с обычной ростой пони. Оликорнов тут создавать не нужно. И особенно не говорите, что у вас мама Селестия, Луна, Каденс или твоя спарка. Поделитесь по ростой, какая у вас будет поняшка. Единая пони. Единорог. Или же пегас. Если она единорог, то не выбирайте вот такой рог. Или вот такой, вон тут, крывой. Не нужно так делать. Он какой-то слишком королевский. Мое мнение. Лично мое мнение. И крылышки стоит, наверное, либо простые. Ну, вот такие тоже допускаются они у меня. Но вот такие не стоят. Потому что опять же, что я принцесс Селестия пойму. Допустим, вы справились и создали уже не оликорна, антурьера единорога. И цвета уже не вырвеглазны. Но тут есть ошибочка. Вы спросите, что же здесь не так? Нормальная поняшка? Нет, ребят. Тут цвета совершенно не совпадают. То есть не подходит друг под друга. В вашей поняшке цвета должны сочетаться. Вот, я считаю, что у меня, в принципе, сочетаются цвета. Ну, сейчас появляем пример на другой поняшке, как, например, нужно создать волоску. Ну, например, можно сделать ее такой. Вот, например, фиолетовый смотрится хорошо желтым. Такой бежевый цвет кожи, как я говорю, считается голубыми глазами, например. Вот тут цвета нормальные. То есть, это понятно, как вам нужно создать свою волоску. Ну, например, вот вы создали волоску. Она у вас правильная, не оликорн, и все в порядке. Что же у нас дальше? А дальше идет такая вот ошибочка. Снимать лометр на камеру. Ну, у кого нету, родители не разрешают скачать бандикам. Ребята, пожалуйста, не нужно снимать на камеру. Я сначала тоже так начинала, но хорошо, что я не была особо знакома с Ютубом, и эти видео, слава богу, не выложила. Пока у вас не появилась программа, чтобы снимать с экрана компьютера, лучше на камеру не снимайте. Потому что качество получается, мягко говоря, не очень хорошее. Если вы все-таки получили, если вы скачали себе бандикам, то, пожалуйста, крякайте его. Потому что, ну, ответная за надпись никому приятно не будет. Следующая ошибка начинающих паниблогеров. Это то, что у них видео без монтажа. То есть, все фейлы, все это очень даже заметно. Поэтому, ребят, я вам советую сначала скачать какую-нибудь программу, чтобы вырезать хотя бы эти фейлы, или также можно ускорить голос, как это делаю я, потому что я считаю, что мой голос не очень приятный. Например, я пользуюсь такой программы, как киностудия. Сразу говорю, ссылочку дать не могу, я ее очень давно скачула. В общем-то, программа достаточно простая. Вот. И все тут, в принципе, просто. Это вам не Sony Vegas Pro. Конечно, мне уже пора переходить на комментарии Студия 8. Но у меня ее нет, к сожалению. Извиняйте. Четвертая ошибка паниблогеров заключается в том, что они не делают сценарик видео. Правда, я сама его делала только один раз. То есть, придумала какую-то идейку и все. То есть, фразы именно я не записывала, но к сериалам сценарий лучше писать. Это в первую очередь. Это прям нужно, не можно, нужно, просто нужно. Я писала сценарика 50 фактов обо мне. И если вы не знаете, что сказать в видео, а съемка уже началась, то нажмите на паузу и подумайте. А потом уже скажите. То есть, не нужно делать, например, вот так вот. Всем привет. Меня зовут Кристина. И вы попали на мой канал. В этом видео... В этом видео... В этом видео я... Расскажу... Что... Что... Что будет на моем... Канале. Ну, я думаю, вы поняли. Пятая ошибка при блогерах в том, что когда они снимают видеообращения или сериалы, у них поняшка просто стоит в закрытом ртом и каким-то чудесным образом разговаривает. И просто... Меня это прям бесит, я не знаю. Ну, вот, сами посмотрите. Всем привет. Меня зовут Кристи. И в этом видео... В этом видео будет сюрприз. Да, сюрприз в конце. Так что ждите. И у меня для вас также есть не очень хорошая новость. Это то, что... Да-да-да. Сюда к этому трону... Невозможно говорить. Люди... Алло. Не надо закрывать уже поняшки рот, когда вы от ее лица, так сказать, говорите. Следующий совет для начинающих пони-блогеров... Это то, что... Желательно, чтобы постарались, чтобы не были слышны посторонние звуки. Например, звук из компа. У меня на видео он очень шумит, поэтому я стараюсь его скоять, музыку вставлять, чтобы его особо было не слышно. И подписчики мне говорят, что... Кто уйти там на за никуда не пылесосит, да и кто не пылесосит, да и кто там не пылесосит, это вся комп виноват. Так как я не могу подвинуть микрофон, потому что у меня микрофон встроен в комп, я не могу его подальше подвинуть, да, мне микрофон так и не купили, вообще борзые. Вот. И ставите бы отстану звуки, чтобы, например, не гудели автобусы на заднем фоне, и звуки с улицы, чтобы просто не попадали в ваше видео. А теперь, по-моему, большой-большой такой вам совет. Если вы снимаете качественные видео, но аудитория не набирается или набирается очень медленно, попросите у кого-нибудь популярного пиарчика. Это подтолкнет немножечко ваше развитие. И не нужно спамить в комментариях типа го взаимную подписку или я подписался теперь ты. Не надо клянчить лайки, просто попросите кого-нибудь пропиарить вас. Там, если вы просите какую-то сумму, то попросите там за малую сумму. Потому что этим вы никому не помешаете, и это даст вашему каналу, ну, небольшой, но какой-то хоть поиграл, у вас появятся свои зрители. И вам будет для кого снимать. Я дождалась количества подписчиков, что у меня вот 2349, очень долго. Фактически за два года. Скоро моему каналу уже два года. Ну, это уже какая-то аудитория. И не огорчайтесь, если у вас, вот как у меня 2000 подписчиков, насмотрит вас всего 100. Конечно, есть более популярные видео, и они просто такуют на них, а на ваши нет. Но вы не сдавайтесь, продолжайте снимать видео. Если вы не будете сдаваться, то обязательно достигнете желаемые цели. И перед тем, как создать свой канал, выберите направление. Есть несколько направлений к неблогеру. Есть пикпейнтер, есть анимации. И здесь наш любимый креатор, который так сильно бесит в ВВК. Лучше советую вам поделиться. Будете вы снимать клипы или сериалы. Ну, или там, ну, наркоманию сериалы. Ну, наркоманию не в том смысле, а в веселом смысле. Да. Ну, так что лучше поделиться, а то у меня на канале и скоро будут сериалы, и, наверное, выходят веселые видосики. Ну, так что иногда выпускаю клипы. Естественно, можно совмещать, но всего понемножку. Не нужно прям, например, вот взял, зацикливался только на клипах, потом бац и сериал. Можно через одно видео. Раз, клип, два серия, три, веселый видосик. Что ж, на этом я заканчиваю свое видео. Желаю удачи вам с развитием вашего канала. Всем здоровья и добра. И всем пока-пока. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok